Поджелудочная железа является важным органом, расположенным в верхней части живота за желудком. Именно она обеспечивает основную выработку энзимов и гормонов, которые необходимы для нормального, правильного пищеварения и регуляции уровня сахара в крови. Но, к сожалению, поджелудочная достаточно часто подвергается различным заболеваниям, в числе которых и всем известный панкреатит. Лечение этих проблем предлагает как обычная традиционная медицина, так и народная. Одна из методик лечения поджелудочной железы принадлежит знаменитому российскому и советскому профессору Ивану Павловичу Неумывакину. С ее помощью можно улучшить самочувствие и добиться отступления симптомов. Заболевание поджелудочной железы характеризуется наличием схожих симптомов. Например, для панкреатита характерна боль в верхней части живота. Обычно она острая, в большинстве случаев интенсивная и распространяется в спину. Также частыми симптомами служат тошнота и рвота, в особенности после приема пищи. Вместе с этим наблюдается вздутие живота и ощущение переполнения, учащенное сердцебиение, потеря аппетита и снижение веса, желтуха и жирный или слизистый в результате нарушения пищеварения. Основные причины возникновения проблем с поджелудочной железой никак не связаны с возрастом или полом. К ним относится чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного времени, желчные камни, которые могут блокировать желчные протоки, вследствие чего возникает воспаление поджелудочной железы, различные повреждения или травмы, например, травмы в области живота или хирургические вмешательства, повышенный уровень кальция в крови или гиперкальциемия. Немалую роль играют и генетические нарушения. Перед тем, как продолжить, советуем вам подписаться на наш канал, чтобы не пропустить обновлений. Как мы уже разобрали, лечение поджелудочной железы может проводиться двумя способами, с помощью традиционной медицины под наблюдением врача и с помощью народной медицины. Одним из ярких личностей, развивавших народную медицину, является профессор Иван Павлович Неумывакин. Он известен своими работами в области альтернативной медицины и самолечения. Его статьи, публикации и книги обрели невероятную популярность, а методы лечения были опробованы большим количеством людей. Иван Павлович развивался во многих направлениях народной медицины, и лечение поджелудочной железы с помощью простых средств стало не исключением. Российский и советский профессор был сторонником использования перекиси водорода и соды в медицинских целях. Этому он посвятил множество работ и на основе этого создал большое количество методик лечения различных заболеваний. Он предполагал, что именно перекись водорода и сода обладают невероятной пользой для улучшения общего состояния организма в результате как внутреннего, так и наружного применения. Также Неумывакин считал, что большую роль играет питание и правильный образ жизни. Он поддерживал идею о роли кислотно-щелочного баланса в организме и рекомендовал употребление определенных продуктов и отказ от других для поддержания здоровья. Иван Павлович рекомендовал и пропагандировал использование соды в медицинских целях, рассказывая об оказании положительного влияния на организм, включая решение проблем с поджелудочной железой. Почему же именно сода? Неумывакин объяснял это тем, что она обладает большим количеством преимуществ, в числе которых нейтрализация кислотности, а именно нейтрализация избытка кислоты в желудке или пищеварительной системе. Улучшение пищеварения за счет стимуляции выработки желудочных соков. Однако важно контролировать употребление соды, так как при большом ее содержании в организме возможно нарушение естественного баланса желудочной среды и как следствие это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также сода оказывает противомикробное действие, являясь эффективным средством борьбы с определенными бактериями и грибками. Так как же принимать соду по методике Неумывакина? Иван Павлович утверждал, что есть два основных вида употребления соды – внешнее применение и внутреннее. Внешнее применение возможно несколькими путями. Неумывакин подробно описал каждый из них. Первый вариант внешнего использования соды – это содовые ванны. Профессор считал, что с ее помощью можно снять воспаление и облегчить симптомы заболеваний поджелудочной железы, в том числе панкреатита. Рецепт приготовления содовой ванны очень прост. Необходимо растворить 1-2 чайные ложки соды в теплой воде в ванне. Прием ванны рекомендуется в течение 15-20 минут. Еще одним методом использования соды являются содовые компрессы. Они также способствуют снижению воспаления и уменьшению боли в области поджелудочной железы. Для применения этого метода необходимо растворить 1 чайную ложку соды в чашке теплой воды, затем смочить чистую ткань или марлю в готовом растворе и приложить компресс на больное место на 5-10 минут. Также для наружного применения соды может использоваться раствор для массажа области живота, в результате чего можно добиться снятия напряжения и облегчения дискомфорта, связанного с поджелудочной железой. Для этого необходимо растворить 1 чайную ложку соды в одном стакане теплой воды. Готовый раствор наносится на ладони, после чего можно приступать к массажу. Массировать необходимо мягкими круговыми движениями по области живота в направлении по часовой стрелке. Что касается внутреннего приема соды, то здесь существует определенный ряд правил, которые предложил Иван Павлович с целью избежания побочных эффектов. Первым и самым главным правилом является применение разбавленной соды в воде только с определенной концентрацией. Профессор рекомендует растворить половину чайной ложки соды в одном стакане воды, что составляет приблизительно 200-250 мл теплой воды. Также важным правилом является применение соды натощак, минимум за 30-60 минут до еды. В идеале выдержать 1 или 2 часа после приема соды, или же через 2 часа после приема еды. Первоначальный прием пищи требуется начинать с низкой концентрации соды, например, около четверти чайной ложки, и постепенно увеличивать дозу до половины чайной ложки. Однако допустимая концентрация является индивидуальным показателем, поэтому необходимо подобрать свою подходящую дозу. Последним правилом является прием соды по неумывакину один раз в сутки в течение нескольких дней, а затем делать небольшой перерыв. Теперь подробно разберем предложенные Иваном Павловичем методики употребления соды внутрь. Одним из методов является употребление содового раствора для питья. Он представляет собой раствор одной чайной ложки соды в одном стакане, что соответствует приблизительно 200-250 мл. Этот раствор должен приниматься натощак приблизительно за 30 минут до еды или через 2 часа после приема пищи. Вторая методика заключается в использовании содового раствора для промывания желудка. Эта методика подходит для людей с панкреатитом. Для создания раствора необходимо растворить одну чайную ложку соды в одном литре воды комнатной температуры. Однако этот метод требует особой осторожности и должен проводиться под наблюдением. Последняя методика неумывакина представляет собой применение содового раствора для клизмы. Этот метод может проводиться в целях очищения кишечника и улучшения общего состояния организма. Для приготовления раствора для клизмы требуется растворить одну чайную ложку соды в одном литре теплой воды. Методика постановки клизмы при этом не отличается от постановки обычной клизмы. Применение соды для лечения поджелудочной пониумывакину является достаточно популярным методом лечения, поскольку отличается эффективностью и удобством проведения различных методов. Однако важно понимать, что каждый организм индивидуален и не всем можно пользоваться этими чудодейственными методиками. Существует ряд противопоказаний, при которых проведение подобных процедур запрещено. Одним из самых важных противопоказаний является индивидуальная непереносимость соды, то есть аллергическая реакция на любое взаимодействие организма с содой. Также употребление соды недопустимо, если в организме обнаружен высокий уровень натрия, что называется гипернатриемией. Людям, у которых наблюдается заболевание, связанное с нарушением обмена натрия, не рекомендуется употреблять соду без медицинского назначения и контроля. Заболевание почек тоже относится к противопоказаниям, поскольку в этом случае возможна задержка натрия в организме. И последним, часто встречающимся противопоказанием, является повышенная кислотность желудка, поскольку при рефлюксе кислоты прием соды может только усилить имеющиеся симптомы. Таким образом можно определить, что заболевания поджелудочной железы вполне поддаются лечению с помощью методов народной медицины. Мы рассмотрели подробные варианты лечения поджелудочной с помощью внутреннего и внешнего применения соды, поскольку она является достаточно простым для использования средством. Также ее можно найти абсолютно в любом магазине, чем обуславливается доступность методов. Конечно, решать, следовать рекомендациям профессора или нет – дело каждого человека, однако множественные последователи и пациенты неумывакина дают неоспоримую уверенность в эффективности его методов.